Приветствую вас, Евгений. Хочется, конечно, в первую очередь вам посочинствовать, потому что вы оказались действительно в тяжелой ситуации для себя, и мне, конечно, больно видеть то, что вы пишете, будет больно это читать. Мне думается, что слишком много вы на себя берете, ну, то есть, мне кажется, что вы себя не жалеете, вы не чувствуете момента, где вам нужно остановиться, то есть, как будто вы ждете, что вам кто-то скажет, кто-то разрешит отдыхать, кто-то скажет, кто-то разрешит, ничего не делать, кто-то скажет, кто-то разрешит, не заниматься тем или иным, ну, тем или иным делом. Вот. А сами вы такое впечатление, что себе этого не позволяете. Вот. А сами вы такое впечатление себе этого не разрешает. И вот это, мне кажется, является одной из серьезных проблем, потому что вы по факту себя загоняете. Я думаю, можно и нужно здесь устанавливать определенные границы. Вот. Я думаю, можно и нужно устанавливать их. Чтобы экономить свои ресурсы, чтобы беречь себя, беречь свои ресурсы. Вот. И потихонечку двигаться дальше. Мне кажется, например, что вы слишком опекаете свою дочь. Там смысл, что много, чересчур много взялите внимания. Например, урок, где им, то есть урокам, придается чрезмерно большое значение. А дочь сама, по моим ощущениям, не привыкла самостоятельно справляться с теми трудностями, которые у нее есть. Хотя, это абсолютно нормально, мне кажется, для ребенка, делать уроки самому настолько, насколько она может. Для меня такое, есть чувство, что вы хотите, чтобы она делала уроки, как будто бы лучше, знаете, чем она может на самом деле. Мне кажется, эта позиция достаточно деструктивная, потому что вы такое впечатление, что отказываетесь принимать реальные возможности своей дочери. То есть, вот, то, что ваша дочь реально может, то, на что ваша дочь реально способна, вы принимать отказываетесь, сглаживая, можно сказать, сглаживая ее реальные способности, сглаживая ее реальные возможности. Приучая ребенка, к сожалению, к тому, что сама, одна, сама по себе, она не справа. Я думаю, что тяжело здесь всем, и вам, и ребенку, и связано это в основном, как вы понимаете, с вашей позиции недопущения, слабость. То есть, по всей теме, вы сгибаетесь под гнебом тех требований, которые у вас к себе есть. И для вас, я верю, я верю, что для вас это может быть единственный способ, в конце концов, хотя бы немножко освободиться от ответственности, которой вы завязали. И, вероятно, есть такая местность, что вот будет тупик, там все увидят, что мы или я не справляемся или не справляюсь. И нам помог. Вот это вот, как бы, жизнь в долг, в ожидании, не ради себя, не потому что хочу я, и не потому что интересно мне то или иное. Это настоящий ад. Обратите внимание, что до начала проблем, то есть когда проблем еще не было, а вы, как я понял, если я правильно понял, вы, как я понял, вы... Уже тогда были одно, ну то есть, в прямом смысле этого слова вы были одно, то есть у вас не было мужа и так далее мужчины. Вот. Это тоже говорит о том, что если вам сложно уступать в отношении, если вам тяжело это дело, значит вы к себе относитесь не мягко говоря. То есть вы себя, ну скорее всего, скорее всего вы себя не цените, скорее всего вы себя не, ну как сказать, не уважаете немного, я бы так выразил. Вот. Понимаете? Такая штука. И мне кажется это важный момент. Понимаете? Потому что это определяет все ваше поведение по сути дел. Это определяет то, как вы относитесь к себе, это определяет то, как вы относитесь к другим, это определяет то, как вы воспринимаете себя, ребенка и так далее. Вот. То есть у вас очень сильно завышенные требования, причем требования завышенные не потому, что вы этого хотите. Если бы вы этого хотели, если бы вы хотели всего, что вы делаете, ну мне кажется вам было бы легче, намного легче жить. Нет. Вы не хотите. Вам тяжело. Но признать это вам страшно. Тогда вы перестанете оправдывать ожидания людей. Что будет, если ваша дочь, к примеру, перестанет делать руки? Ну допустим, перестанет делать руки там настолько, насколько она, насколько ей, насколько она делает сейчас. Ну к примеру, к примеру, да. Вот. То есть что произойдет, что случится. Мне кажется это очень важный момент, на который вам нужно ответить. На который вам нужно обратить внимание. Дальше, значит, честно говоря, я не очень понял, почему ваша дочь стоит идти дома, когда она работает. Ну то есть, такое ощущение, что без вас она не живет. Такое ощущение, что ваша дочь привязана к вам. Вероятно, вы сами того не верны, не даете ей ничего делать самостоятельно. Я могу ошибаться. Но мне кажется, такой момент имеет место, место быть. Больно, если это так, но с теми с теми нет. В дочери, друзья, в дочери какие-то занятия, увлечения, хобби или ничего этого в дочери нет. Если нет, то все это довольно грустно. Но это корректируется, конечно. Безусловно, это корректируется. Безусловно. Но тем сложнее нам будет отпустить контроль. Что мать? Посмотреть в глаза страху и научиться браться ответственность. Не для себя, как вы это делаете сейчас. Вы делаете это, мне кажется, достаточно привычно, привычным образом. А за фэй сшинен. А вот. Это то, чему вам, мне кажется, надо бы получить. В целом, что я могу сказать еще. В целом, я мог бы, наверное, еще сказать по поводу глобального сценария вашего. Где, ну, где вы пишете про то, что утопия. И я вам верю. Я верю вам. В том смысле, что, ну, вам действительно может казаться, что то, что происходит от утопии. И в какой-то степени это может быть правда. В психологии, в психологии подобный, подобный сценарий. Жизнь. Называется. Эм. Тупик. В этом тупике. Есть. Важный такой момент. Что он. Человек. Как будто бы. Эм. Знаете. Ведет. Эм. Себя. Эм. Так. Как будто, ну, дальше ничего нет. То есть, ну, в жизни впереди ничего нет. И дело даже не в том, что дальше впереди ничего нет. Дело в том, что человеку как будто бы хочется, чтобы дальше, чтобы впереди ничего не было. Себя указать, что это только тогда он будет слабым. Себя указать, что только таком функции ему будет хорошо. Все на самом деле, понятно, что это не так, потому что и там, я имею ввиду, и там в смысле, в этом самом тупике успокоения человек не найдет. Ну, потому что практика, опыт показывает достаточно, достаточно хорошо, что человек либо может быть счастливым, и тогда он счастлив здесь и сейчас. Или человек не счастлив, потому что он не счастлив постоянно, и счастливым его не может сделать ни одно из условий, которые там себе ставят. Ну, то есть, именно вот условия, которые человек написает, не могут, не могут делать его счастливым. Это невозможно, невозможно. Вот. Примерно. 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 Ответ. Я могу вам с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, да. Примерно. Хотя, безусловно, вы можете со мной не согласятся, ну, если вам не хочется, если вы их, ну, считаете по-другому, например. Например. Да. Да. Как-то так. Поэтому, безусловно, вам нужна поддержка. Неисловно, вам нужна помощь в том, чтобы вернуть себе ваши чувства, которые сейчас у вас нет. Которые оказались погребены под гнетом вот этого, как бы сказать, постоянного дожества в глуби словании. Вот. И я вас понимаю, но думаю, что раз вы обращаетесь за помощью, то, вероятно, хотите что-то поменять. Я надеюсь на это, надеюсь на то, что вы хотите что-то поменять. Если вы хотите что-то поменять, то у вас это, ну, так или иначе сделать получится, если вы действительно будете нацелены на то, чтобы что-то менять. на то, чтобы что-то в своей жизни корректировать. Вот. То есть это, ну, это, это процесс определённый. Да. То есть это не то, что вот, не то, что решается там за, ну, небольшое количество времени. Это то, что решается, значит, в процессе, вот, к сожалению или к счастью, уже не, это уже вам решает. Процесс возвращения чувств, вот, вероятно, для вас будет тем, чем тяжелее, чем вы привыкли действовать так, как действовало. Ну, вот, в течение своей жизни и если вы готовы поменять, меняться, то психологи вам с радостью помогут. Если вы не готовы и если вы спрашиваете только для того, чтобы что-то для себя понять. все это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Но мне только кажется, что эффекты, именно эффекты от такого не то, что бы мнал. хотелось бы всё-таки, чтобы эффекта было больше, хотелось бы тоже, чтобы помощь вам оказывалась, ну, более эффективна, что ли. Вот. А это, на мой взгляд, невозможно без, ну, без индивидуальной работы. На этом, таким образом, всё. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Я надеюсь, что вам мой ответ был интересен. Я надеюсь, что вы для себя сделаете определенные выводы. Я надеюсь, что вы формируете какую-то обратную связь, вот, которая позволит вам начать работу над собой и своими трудностями. Веб-работу, я надеюсь, увлекательную. Работу, я надеюсь, интересную. Работу, я надеюсь, которая позволит вам открыть новые границы своей личности. Открыть новые границы себя, своих желаний, своих потребностей. Всего того, что вам важно, всего того, что вам хочется, всего того, что вас интересует, всего того, что вам нравится, всего того, что вас привлекает. Как-то так, на этом, я думаю, можно закончить, вот. Я желаю вам всего самого-самого доброго, я желаю вам удачи, я желаю вам успехов, я желаю вам смелости, потому что в работе над собой невозможно вам понадобится смелость, так что я вам желаю и видео смелости, вот. Обращайтесь, не затягивайте обращения к психологу, не затягивайте, вот, обращения, потому что чем дальше, тем сложнее вам будет, вероятно, проводить определенные изменения, вот. и тем сложнее вам будет действовать, вот. Ну, это уже вам решат. Удачи, еще раз всего доброго, будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok